Давайте начнем с нефти и НПЗ. Какая-то странная история. В общем, Стефанишина комментировала материал в западной прессе, говорит, что мы понимаем призывы американцев не бить по НПЗ, потому что это влияет на мировые цены на нефть и на цены на бензин. Чем подтвердила фактически, что эти призывы были? И все сделали такой вывод. Ну и понятно, что оторопь, вот так Соединенные Штаты запрещают бить по нефтеперерабатывающим заводам России. Позже выходит подоляк и говорит, что это фикция, это фиктивная информация, мол, два года уже перешагнули и никто не может Украине ничего запрещать или как-то влиять на эти удары. Чем посеял еще больше сомнений? Что думаете вы, как разобраться тогда в этих заявлениях? Так запрещали Штаты, не запрещали Штаты? Ну смотрите, если делать аналогию ситуации, то подобные намеки уже были, когда украинские морские дроны атаковали некие порты Российской Федерации. Да, Таганрог, Российск и так далее. И тогда уже порождало слухи о намеках со стороны администрации Байдена, скажем так, минимизации подобных ударов в связи с скачком цен на нефть, потому что в условиях предыдущих компаний любое ценовое колебание на нефтепродукты, оно может отразиться на рейтинге Байдена. Такие опасения артикулировались штабом Байдена. Я бы сказал, что он не совершенно разумный, потому что они с Трампом, Байден с Трампом идут прям впритык. По последним социологическим данным, там опережение хоть и Байдена, но буквально-буквально на 1%, и это если учитывать, что в принципе все американские опросы не играют, не позволяют нам моделировать картину победителя, потому что все зависит от количества выборщиков в каждом конкретном штате, который может взять тот или иной кандидат в президенты. В играх вот такие проблемные колебающиеся штаты, например, Аризона, Джорджия, Пенсильвания и так далее. И в этом отношении, конечно, я допускаю, что такие рекомендации вряд ли это были прям прямой такой натуральный запрет, я в это не верю, но то, что рекомендации, по-моему, Financial Times пишет об этом, как раз Financial Times указывает на это, ссылаясь на три анонимных источника американской администрации. Учитывая нормативы западных медиа, учитывая, что они относятся к источникам своим, очень щепетильно, это вам не российские издания. И не украинские. И отчасти не украинские, не солидные, да, но склонен верить, что подобный запрос мог поступить. Другое дело, как к нему отнесется украинская власть, ведь, в принципе, кстати, Залужный подтверждал своим поведением, и другие украинские военные, не всегда украинские вооруженные силы прислушивались к намекам и рекомендациям американской стороны. Это же правда. И я думаю, что больше правды, конечно, всплывет после окончания боевых действий, если таково, предвидится в ближайшее время. Но в целом, в целом оно могло поступить. И вот давайте, кстати, проверим эту информацию, проанализируя, например, будут ли атаки на НПЗ в ближайший месяц-два. Хотя я сегодня четко сказал, НПЗ не самоцель. Мне кажется, после сегодняшнего массированного удара, 150 воздушных целей, нужно просто тупо бить по инфраструктуре ФСБ всей Российской Федерации. В частности, по региональным управлениям, вы знаете, что ФСБ существенно расширилась. Именно это основа путинской власти, именно это чекистская бандитская группировка, которая, в принципе, должна сейчас стать целью атак силы обороны Украины. Это будет прекрасное возмездие за каждую воздушную цель. 150 воздушных целей, 150 региональных управлений ФСБ, которые должны быть повреждены. Это военные объекты. Не зря же Путин после своей победы, какую коллегию он проводил? Коллегию Федеральной службы безопасности. Ключевые заявления по поводу намека на Третью мировую войну, по поводу войны с НАТО, по поводу санитарной зоны на территории Украины, Путин как раз делал на коллегии ФСБ. Поэтому вот так. НПЗ Украина, я уверен, не ограничится. Интересно получается, как бы били-били, всю неделю говорили о том, смотрите, мол, санкции не действуют, но мы поможем. Ну, а потом пришли американцы и сказали, ой, да не очень-то и хотелось, теперь будем бить по ФСБ. Интересный подход. Но я просто напомню, что по ФСБ били и в Белгороде, и в Ростове, и в другим прям по зданиям это об этом сообщали, открыто, абсолютно легитимные цели, поэтому здесь ничего нового. Но определенную новизну, уж коли там о россиянок заговорили, Песков привнес в метеопространство, потом вынужден был объясняться, ну, как бы слово не воробей, и все понятно. СВО перестает быть СВО и становится для россиян войной. Ну, и, соответственно, цели, как это, оккупированные киевским режимом территории, которые никогда не были под властью Российской Федерации. Ну, и, скажем так, это дает почву о новой трактовке войны как таковой, о каком-то таком новом этапе, более глобальную, более такую стратегическую. Что изменилось после интервью Пескова аргументом и фактом? Путин развязан на руки. Он может принимать сейчас кардинальные военные решения, не осматриваясь особо на обстоятельства электорального политического характера. Он в зените эфемерной славы. Он чувствует себя человеком, который выдержал натиск обстоятельств геополитических, внутриполитических. И, естественно, аппетит приходит во время еды. Это тот случай, когда аппетит разыгрался у российского диктатора. Ну, и имеет право. В принципе, это весьма объективное и логичное поведение, вписываемое в паттерны поведения данного человека, данного военного преступника. Другое дело, что, понимаете, объем боевых действий и атак, например, на Белгородскую область, провокации или каких-то инсинуаций в Курской, Воронежской, Брянской области, он же на протяжении двух лет значительный сам по себе. И это не было обстоятельством для формализации военных действий. С иной стороны, интенсивность похода РДК, Свободы России и Сибирского батальона сейчас действительно выше и крупнее по масштабу и по жертвам со стороны России и, скорее всего, со стороны этих российских добровольческих корпусов. И, понятное дело, градус повышается. Для Путина неприятен тот факт, что некие подразделения, милитаризированные, действуют интенсивно, свободно и очень порой эффектно и успешно, очень успешно на части территории, ну, как бы международно признанной территории. А в чем успех просто? Я, правда, я очень хочу разобраться, да, вот успеха, но нет его. Если ты находишься в состоянии президентского контроля за всей территорией, ты избран, какой ценой, это отдельный вопрос, ведь и Медуза, и Бёрстка, и The Insider, они очень подробно описали системы фальсификации на президентских выборах так называемых. Ну, оставим этот вопрос пока мне. И когда, в принципе, ты вынужден уничтожать свои же родные населенные пункты Белгородской области и международно признанные территории Российской Федерации, стирая под чистую. Когда парамилитарные образования российские добровольцы, антипутинцы назовем их, да, действуют в некоторых моментах партизанскими методами, и это позволяет захватывать в плен даже отчасти и российских военнослужащих, громить военные части. Когда местные власти напуганы и понимают, что вынуждены лавировать между инструкциями из Кремля не эвакуировать население и понимая, что, в принципе, начинается гуманитарный коопс. И смотря на сегодняшнюю реакцию России, ведь атаки по Харькову, по Запорожью, ну, они ощущаются определенным образом, как некая мстительная реакция Путина за подобные действия российских добровольческих корпусов, антипутинских отрядов на территории Белгородской области, то я бы сказал, что по сравнению с предыдущими партизанскими рейдами, по сравнению с предыдущими действиями этих отрядов, ну, это более интенсивные, а в некоторых случаях далее даже более затяжные. И, ну, я напомню, именно ФСБ отвечает за охрану границы территории Российской Федерации, а теперь самый ключевой и самый важный момент, который сделали РДК. Понятное дело, что вряд ли они способны масштабировать там боевые действия на всю Белгородскую область или перекинуть на Курскую область или на Воронежскую. Очевидно, что это не задумка была. Тут задумка очень-очень хитрая. Показать, что Путин не контролирует границы собственного государства. Я уже молчу о границах приобретенных. Это совершенно существующие где-то на картах в учебниках по географии, ну, Путина в учебниках по истории, поправку сразу скажем. И если так легко Россия не может совладать с границей собственной государственной, то где гарантия, что она не совладает с искусственной границей? Олег, ну, смотрите, я же когда ставлю под сомнение цель, да, ну, так, ну, село, ну, возьмите и контролируйте село. Вводите там свои порядки, что-то пытаетесь сделать. Понятно, вы говорите, его сотрудницы с земли, ну, да, ну, как бы, ну, давайте же что-то, ну, продуцировать какие-то цели. Просто с точки зрения украинцев, которые воюют на линии фронта, и когда выходит в Пентагоне пресс-секретарь и говорит, ребята, извините, Пентагон помочь ничем не может, скоро ВСУ будут отступать. Причем существенно, откатываясь назад. Как-то вот эти действия РДК смотрятся, ну, скажем так, с украинской точки зрения, ну, как-то не очень, собственно, важными. Вот гораздо важнее, чтобы эти РДК были, если они воюют за Украину против Путина, чтобы они были под Авдеевкой, возле Орловки Тоненького, чтобы они были там в Крынках, в районе Работина, ну, наверное, так для украинцев видится исключительно моральный, не военный, а моральный, как бы, посыл и смысл их действий. Ну, у этих батальонов и отрядов есть собственные командиры, видимо, они определяют некую цель в осуществлении подобных действий партизанских рейдов. Ну, понятное дело, что у каждого там рекрутировались в основном бойцы с российским гражданством, российским этническим происхождением, и у них цель действия в своей основной родине, Российской Федерации. А для украинских сил обороны это отстаивание собственной границы, собственной территории, и понятное дело, что это боевые действия на востоке и на юге, это основной их режим. В деятельности. Тут я не вижу никаких противоречий. Другое дело, что, повторюсь еще раз, у РДК «Свобода России» цель не удержать власть, или не там поставить флаг, новый флаг будущей Российской Республики или Московской Республики. Там другая цель. Цель показать размытие границы, искусственность и формальность этих вещей. И тут чисто, знаете, виртуальная война, тут операция влияния, тут хотите и ПСО, я это слово не люблю, потому что, ну, притянутое за уши. Но если так, то так. Если так, то так. Понятно. Удары под Днепрогресс и обесточенный Харьков вместе с другими достаточно серьезными повреждениями. Все видели карту, да, когда там эти цели, как они кружили, как они летали, какие, собственно, форты выдавали и куда попадали. До конца мы не знаем, но понимаем, что и Запад страны, и Юг страны, и, понятно, Харьковщина и другие, как бы, объекты, они были поражены. Ссылаться исключительно там на посылы Минобороны Российской Федерации о том, что они поразили, дело неблагодарное, потому что на протяжении двух с лишним лет, ну, было много рассказано Коношенковым и компанией, но, как бы, не верифицировано. От нас молчок, понятно тоже, почему. В общем, удар прошел, но этот удар, несмотря на, как бы, информационную его составляющую, имеет очень понятные физические последствия. Как вам кажется, этот удар – это начало чего-то большого, ну, вот такого, тотального формата войны? Ну, конечно, не видеть экскавляционную логику, когда по спирали конфликт достигает дальнейшего напряжения и расширения пределов и масштабов, то, понятное дело, что да, мы свидетели вот этой эпохи. Разговоры-то о глобальной войне, они начались не просто так, они же, потенциальное моделирование конфликта НАТО и России не просто так возникает. Заявление Дуды, Макрона, руководителей армии стран Европы, дискуссия в американских СМИ по поводу присутствия США в НАТО, способность Европы защититься, заявление Шарля Мишеля на последнем саммите Европейского совета по поводу перестройки европейской экономики на военные рельсы и перевооружения европейских армий, они не растут эти ноги откуда-то. Учения НАТО, одни из самых больших со времен холодной войны, морские учения на севере Европы, на натовских странах, разговоры, связанные, ну, действия России по созданию отдельно ленинградского и московского военных округов, информация о том, что Россия наращивает, возможно, нарастит мобилизационную волну и расширяет штат вооруженных сил Российской Федерации, тоже имеют основание и определенную почву. И эта почва звучит следующим образом. Любой конфликт, любая война, если нет основы для попытки ее урегулировать, и если она течет по определенному сценарию внутреннего боевого противостояния, то эта война склонна к расширению, война склонна к стабилизации и впоследствии наращиванию объемов и механизмов вовлечения разных государств. Если говорим о том, что, о присутствии французов на территории Украины, если Россия расширяет контакты с Ираном, и мы говорим о возможной передаче баллистических ракет Ирана к России, если мы говорим о усилении сотрудничества между Северной Кореей и Россией, и информация о новых и новых поставках вооружения со стороны КНДР, если мы говорим о том, что Китай, и это артикулируется западными СМИ, американцами очень серьезно, планирует и учитывает российско-украинскую войну для осуществления военной операции против Тайваня, по его захвату, по сути восстановления, если со стороны Китая смотреть, то это да, это именно то. Остановить это вы уже не сможете. Даже если, условно говоря, сейчас страны мира предложат идею по мирной всеобщей какой-то там конференции, где обсудить там ядерную проблему, продовольственную проблему, регулирование конфликтов. Это невозможно, уже все. Она еще, эта глобальная война, не является на 100% неизбежной, но этот маховик работает в ее интересах, в интересах этой глобальной войны. Правильно очень сказал Снайдерс, по-моему, да, этот историк, он так и назвал. Это фрагментированная мировая война, очень четкая и довольно-таки практичное определение, процессуальное определение происходящее. Хорошо, но украинцам-то от этого не легче. Ну, перед украинцем похода... Смотрите, я не то, что там, да, я просто, не то, что там я в пику, а просто вот, ну, если так поразмышлять, от того, что это глобальная, кластерная, мировая, сегментированная, фрагментированная, лоскутная вот эта вот война, где все там со всеми воюют, вот так может что-то мы можем сделать, чтобы полем боя не была Украина? Вот сейчас, в контексте разговоров о саммите мира, ну, для этого, если бы мы это хотели делать, и, ну, у нас была бы цель как-то обезопасить и уйти из-под удара. Ну, вряд ли бы Данилов коверкал фамилию Лихуэя, с которым, оказывается, так хорошо поговорили, когда он приезжал. Давайте так. Украина является полем боя. Украина является фронтиром этой цивилизационной заварушки. Украина, то, чем в свое время была Сербия в 14-м году, Польша в 39-м, как эта граница все, да, ближе и ближе на восток скатывается, то Украина примерно сейчас вот-вот-вот фронтир в преддверии потенциальной Третьей мировой. Ну, я тот человек, который, ну, видите, который склонен считать, что, ну, мы движемся к этой глобальной войне. Мы движемся. Не потому, что мне хочется этого. Мне совершенно как человеку не хочется. Но, к сожалению, вот по первому образованию истории, по второму политтехнологу, ну, и там, и потом, и по первому, и по второму образованию, я могу сказать, что это очень очевидная вещь. И просто так уже ее не остановить. Ну, в украинской власти нет людей, которые могут сказать, а давайте паузу. Давайте тогда перезберем украинскую власть. Окей. Я вам сейчас говорю очень интересную вещь. Когда был Джеймс Павелевым в Киеве. Вчера, да? Позавчера, да. Ну, или там непонятно. Он же в тайна приезжал, да. Позавчера. Плюс в Киеве, оказывается, прошла встреча консультантов и политсоветников, глав государств по формуле мира. Мало ли кто вообще попытался проникнуть из-за крома этой встречи, но информации практически нет. Салливан комментировал потом на брифинге, что является победой Украины. Он сказал, победой Украины будет там глубокие демократические процессы, институты в Украине и так далее и тому подобное. Жирный намек на выборы, Саша. Да. Жирный намек на выборы. Это мы рассмотрим этот вопрос. Я просто возвращаюсь, что в этой рамке победы, озвученном Савеваном, нет понятия реконструкции территориальной целостности Украины. И вот тогда у меня возникает вопрос, сказанное Савеваном в Киеве, это что? Как любят русские говорить. Возникает другой вопрос, а что он не сказал, ну, что он сказал не публично, это имеется в виду? Зачем-то же он приезжал, потому что ровно то же самое, что мы от него услышали, я повторял там ни в одном эфире, сегодня, там, вчера, когда вот стало известно. Для этого, ну, чтобы такое сказать, не нужно было преодолевать расстояние от... Ну, там же разные... Там набросать порядок, поездку дня очень легко, это американская помощь Украине, и ситуация в Конгрессе, и предвыборная кампания, и какие-то деликатные вещи, потому что Савеван будет вести какие-то деликатные предложения. Бернс и Савеван, два ключевых человека в администрации Байдена, которые принимают по Украине некие решения и согласовывать их с украинской властью. Так вот, видимо, вот эта озвученная идея, забывчивость Савевана о рамке победы для Украины наиболее важной, она считается сигналом Москве. Она считается сигналом Москве. Смотрите, у нас избирательная кампания, у Байдена колоссальные, колоссальное желание ее выиграть, и украинский трек не должен повлиять на предвыборные возможности Байдена. Как это, например, повлияло Афганистан в свое время. Вывод войск, нерешительный, неорганизованный, привел к резкому падению поддержки Байдена. Как война в Зайле против Хамас тоже привела к снижению Байдена, потому что Байден вынужден был поддерживать Израиль, а это ударило по электорату демократов частично, в части электоратуры. Я к чему говорю? Скорее всего, с Альбом приехал обезопасить украинский трек на период хотя бы до ноября. А для этого нужно послать Москве сигнал потенциальной какой-то мирной конструкции, завлекухи. Ну, другое дело, готова ли Россия сейчас к какими-то даже имитациям мирных переговоров, потому что у Путина сейчас такой типовоенный настрой, он считает, что на коне, ну, и американцы тоже это понимают. Так вот, вернемся к чему это все говорилось и к чему это все раскручивалось. Многих. Данилов может все, что угодно говорить. Я думаю, нет. Нет, а я думаю, да, потому... А такой человек, как Данилов, может все, что угодно говорить, Олег? Смотрите, какую роль выполняет Данила, помимо того, что он является НГО. Он является ястребом. То есть есть некие люди во власти Украины, которые должны озвучивать какие-то жесткие нарративы, какие-то цели, какие-то ценности, какие-то очень... артикулировать намеки. То, что делает, например, в России Медведев, просто у Медведева это связанное с алкоголическими расстройствами, вот нужно, чтобы некая была агрессивная рамка и в том числе воззвучивание позиции, в том числе и в Украине. То есть это нормативы коммуникативной кампании. Ну, если нашим зрителям это интересно, я думаю, они прекрасно понимают, о чем идет речь. И после сказанного с Айвоном, когда у меня есть возможность делать быстрые замеры общественного мнения, очень условные, но определенные замеры. Так вот, вот эта рамка, отсутствие намека на восстановление территориальной целостности Украины, а по сути намек, давайте отдадим эти территории России, очень агрессивно воспринималась украинским обществом. То есть два года войны. Поэтому, Саша, это к вопросу о том, вот давайте остановим войну. Это невозможно. Глубинный украинский народ очень разнообразен в своих, как вы сказали, кластерах, группах, микросредах. И большинство в плане репрезентации общего мнения украинского народа как раз зиждется на идее необходимости отвоевания территорий как цены потерь за два года войны. Это нужно очень понимать, почему украинская власть боится, не боится, или сама уже не желает отходить от этой рамки. Теоретически ее можно откорректировать. И каждый новый месяц войны он может вносить коррективы в этот вопрос. И, например, если провести сейчас опрос публичный, просто интересно, ни КМИС, ни рейтинг, я думаю, что скоро мы увидим по поводу, что есть победа Украины сейчас, и сравнить, например, с ноябрьским опросом. Там снижение частично можно будет заметить, но опять-таки не сильное, не значительное. И вот это ответ на твой вопрос, почему войну нельзя остановить. Нет, вопрос был другой. Давайте переизбирать власть, если дело во власти. Вы сейчас, смотрите, вы сейчас переключили историю на некое общество, к которому мы придем, и давайте спросим. Но я же точно так же могу сказать, а как мы в условиях войны можем реально получить честные ответы? Ну, вы прекрасно это понимаете, вы знаете, в условиях войны тебе честно никто не скажет, потому что понятно, что на русских злые люди, у всех родственники, друзья с потерями, ну, в общем, у каждого коснулась эта война, да, то есть понятно, что никто не ответит вопрошающему тебя социологу, вот так, как, собственно, мы моделируем. Но по большому счету упор на народ или упор на власть? Вот Салливан приехал менять власть? Я прямо спрошу. Нет, 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 он сюда приехал, чтобы прощупывать мирную повестку, посылая определенный сигнал Москве и пытаясь выровнять позицию украинской власти на некое ожидание запуска мирного трека. Например, приглашение России на инновационный саммит, глобальный саммит мира. Дискуссионный вопрос. Швейцария намекает, нихуэй очень хочет. Турция, прямо говорить, Украина пока не готова. Но, мне кажется, по посказу для компромисса тут возможно. Например, там разные площадки этого саммита, на одной из которых будет Россия, на другой параллельно будет некий украинский интерес, артикуляция.